значит тут упоминали вампиров то есть я думаю что стоит упомянуть мы говорим про энергетических вампиров да вот хотя вампиры есть кровососы я вчера одного здесь прихлопнул комары летучие мыши кстати вы знаете что есть заболевание начала оглядываться значит вы знаете что есть заболевание людей разрушаются элитроциты крови и человеку нужно постоянное поступление либо переливание крови либо постоянное поступление определенных элементов иначе он просто живет то есть уж я не знаю поможет ли ему пить его сырой крови да вот но ситуация вполне вероятные сейчас эти заболевания лечится они редко вот и это 8 тема первых которых показывает фильм а мы сейчас говорим про вампировых психологических энергетических во первых первая категория кто сюда попадает это больные люди у них недостаток поэтому они сосут от кого только присосаться вот вторая категория вот представьте себе всегда говорю вот знаете такой холерик да а теперь представьте что это супер холерик да и ему нужно ну или знаете такая еще категория назовем адреналинщик это человек который чувствует что живет когда у него адреналин из ушей хрящ а в остальное время ему кажется что он умер ему для этого жить он всех заводит и когда всему такой знакомо да вот если с таким человеком не сталкивались очень сложно представить если вы сталкивались понимаете о чем я говорю и я думаю долго таких вот еще один момент представьте себе что это нормальный человек по энергетике по здоровью но он вырос в семье где постоянно разговаривали на повышенных тонах где была постоянно санта барбара он так привык и он будет так делать это тоже такая причем когда у нас завел слава богу наконец-то все нормально все жизнь весело я пошел но вопрос как защищаться от таких во первых помните расстояние самый простой способ либо не давайте если вы не будете поддаваться на провокации он сам от вас отстанет знаете как пугать интересно того кто пугается щекотить интересно того кто щекотится из чек щекотки не боится его щекотить никто не будет